Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 21 января. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Марка, глава 12 стихи с 38 по 44. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, Блюдитеся от книжних, хотящих во деянии, ходите, и целование на торжищах, и прежде седание на сонмещах, и первовозлежание на вечерях. Поедающий дом и вдовиц, и непщеванием надолзе молящийся, сии приимут лишшее осуждение. И сед Иисус прямо сокровищному хранилищу зряше, как у народы мечет медь сокровищное хранилище, и мнозий богатий в метаху много, и пришедший едино вдовица у Бога в веже лепте две, ежи есть кадрант, и призвав ученики своя рече им. Аминь, глаголе вам, як овдовица сия убогая, Множие всех в веже, вметающих в сокровищное хранилище, Сима от избытка своего ввергоша, Сия же от лишения своего вся, Елико имеешь в веже, Все житие свое. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И говорил им в учении своем, Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах И принимать приветствия в народных собраниях, Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, Примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы, И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, Что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, Истинно говорю вам, что эта бедная вдова Положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, А она от скудости своей положила все, что имела, Все пропитание свое. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Евангелист Марк передает нам слова Спасителя, Предостерегающие его учеников от образа жизни книжников и фарисеев, А также приводя в пример жертвенности вдовицу, Которую Христос увидел возле сокровищницы Иерусалимского храма. Но обо всем по порядку. Вокруг Христа собирается большое множество людей, Которые со вниманием и услаждением слушают слова Божественного Учителя. И Господь, найдя подходящее время, Опять предает осуждению образ жизни книжников и фарисеев, Наставляя людей не подражать в этом элите иудейского общества. Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах И принимать приветствия в народных собраниях, Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Священномучник Григорий Шлиссенбургский пишет «Господь предостерегает от книжников, бывших учителями закона, И изрекает книжникам тихчайшее осуждение. За что? За длинные одежды? За первое место в синагогах? За первые места на пиршествах? Конечно, не за это само по себе, а за лицемерие. Их внешность не соответствовала внутреннему. В них все было показным, даже молитва. Значит, длинная одежда, председания в синагогах, Предлежания на пиршествах осуждаются как показатели лицемерного тщеславия. И действительно, многое учители закона делали на показ, Привлекая к себе излишнее внимание. Они любили ходить в длинных одеждах, полы которых волочились по земле. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили люди важные, но праздные. Книжники любили, чтобы люди приветствовали их всюду, проявляя уважение и почтение. Сам титул «Равви» значит «Учитель мой». Такое обращение листило их тщеславию. Книжники также любили сидеть в синагоге впереди всех. На пирах книжники любили возлежать на самых почетных местах. Табель о рангах строго соблюдался на пирах в древности. Первое место было по правую руку от хозяина дома, второе – по левую. Далее нумерация шла с левой стороны от хозяина, вокруг стола. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. «Сии поедающие домы вдов» – такое обвинение произносит Христос на книжников. Историк Иосиф Флавий, сам фарисей по происхождению, рассказывая об эпохе интриг в иудейской истории, говорит, что фарисеи были высокого мнения о своем отличном знании закона предков и убеждали людей в том, что их, фарисеев, высоко ценит Бог. Книжники убеждали людей, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, чем обеспечить равви комфортабельную жизнь. Таким образом, разные религиозные шарлатаны обманывали простых людей и бедных женщин. Вот одну из таких бедных женщин замечает Христос в храме. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Лепта, по-гречески лептон, в буквальном смысле означает тонкая. Это была самая мелкая монета, одна 124-я динария. И все же Господь сказал, что пожертвования вдовы было больше всех прочих, потому что другие опустили то, что им было легко отдать, ведь у них еще многое оставалось, а вдова опустила в ящик все, что у нее было. Александр Павлович Лопухин замечает, «Господь, имея в виду мнимое благочестие книжников, людей зажиточных, о котором он только что говорил, не применил указать своим ученикам, например, вдовы, которая отдала все, что имела, и которая поэтому своим пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими много больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего достояния». Слова Спасителя, осуждающие благочестие на показ и возвышающие пример искренней жертвы бедной женщины, звучат сегодня и для нас с вами, дорогие братья и сестры. Не должно думать, что только те, кто кажутся в наших глазах праведными, действительно имеют святость в глазах Божьих. Не тот свят, кто живет для людей, а тот, кто всего себя посвящает Богу, невзирая ни на кого. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...